Практически каждое серьезное предприятие в СССР так или иначе работало на оборонку. Тем более, если оно производит грузовики. Не остался в стране и Минский автомобильный завод. Именно здесь создали армейский тягач МАЗ-537. Первое время автомобили собирали на родном предприятии, а позднее перенесли конвейерную сборку в город Курган. Произошло это в 1963 году. Для своего времени это просто отличная, надежная, проходимая машина с хорошим дорожным просветом. Практически вездеход на четырех осях с двумя поворотными передними колесными парами. Силовой агрегат тягача выдавал 525 лошадиных сил. Естественно, модель имела разные модификации. Например, в 1976 году был создан грузовик для работы специально на аэродромах. Собственно, это первая проба пера именно Курганского завода колесных тягачей. Отсюда и название КЗКТ-537Л. Передний и задний свесы удлинили. Для утяжеления конструкции на платформу добавили балласт весом в 16 тонн, поскольку тягач был предназначен для буксировки самолетов весом в 200 тонн. Его систему отвода выхлопных газов переделали специально, чтобы не загазовывать место сцепления. Ну а самая массовая модификация МАЗ-537 получила мощную лебедку и лидеру Г в индекс. При помощи лебедки можно было осуществлять загрузку-разгрузку, а в случае необходимости, используя ее же, тягач мог вполне вытянуть себя сам из беды. Однако мощный танковый мотор стал главным минусом тягача. Зимой в морозы автомобиль просто страшно коптил, пропитывая гарью все, что находилось рядом. Водителя МАЗа было легко узнать не только по запаху, но и по цвету одежды. Впрочем, это не мешало тягачу отлично справляться с поставленными перед ним сложными задачами. А одежду можно было и потом постирать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!